В Карачево-Черкесии начались ремонтные работы на участке федеральной автодороги Черкесск-Домбай. В течение нескольких месяцев будет ограничено автомобильное движение на маршрутных отрезках между Черкесском и Усть-Джигутой. О том, что планируется сделать и в течение какого времени автомобилисты будут испытывать некоторые неудобства, в сюжете корреспондента Артура Мкце. Более 30 тысяч автомобилей в сутки. Таков транспортный поток на этом участке федеральной трассы Черкесск-Домбай-Республика Абхазия. В течение нескольких ближайших месяцев автолюбители будут испытывать некоторые трудности с передвижением от региональной столицы до Усть-Джигуты. Ремонт необходимо выполнять в соответствии с заданием Росавтодора. Естественно, мы не можем допустить срыва. Для этого сейчас мы начинаем эту работу и движение автомобильного транспорта сейчас идет по четырем полосам. Две полосы в Джигуту, две полосы в Черкесск. Две полосы придется нам закрывать. Мы ее практически закрыли. И движение будет полностью осуществляться только по двум полосам. Как говорят строительные организации, весь ремонтируемый участок составляет 9 километров 300 метров. При этом работы будут проведены в несколько этапов. Это четыре отрезка длиной от двух до трех километров. На каждом поочередно введут ограничения движения автотранспорта. Скорость на ремонтируемых участках до 40 километров в час. Плюс перевод четырехполосного движения на две полосы. Поэтому водителям, а также туристам, желающим посетить курорты Дамбай, Архыс и Тиберду, рекомендовано выбирать альтернативные маршруты движения. Хочу от имени Упрудор Кавказ извиниться перед всеми пользователями дорог за временные неудобства, которые мы будем доставлять в связи с ремонтом. Однако это неизбежная работа. Но после того, как мы этот ремонт сделаем, уже еще 20 лет можно спокойно ездить. Более того, что мы впервые на территории нашей республики применяем метод холодной регенерации, будем так говорить, рейс-сайтлинг, который дает возможность использовать то, что у нас там есть. То есть мы сначала снимем асфальтобетон, фрезеруем два слоя. Затем приходит специальная машина, которая вот эту регенерацию будет выполнять. Это позволит существенно увеличить несущую способность основания и его долговечность. Итогом ремонта четырехполосного участка трассы станет восстановление изношенного дорожного покрытия на популярном туристическом направлении. Завершение работ намечено на октябрь текущего года. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.